На кухне приклеил плитку на стены, на столешнице и получился вот такой вот фартук. Плитка была приклеена на одну стену и на вторую, то есть плитка была приклеена как бы углом. Но жена сказала, чтобы я приклеил плитку и на эту стену. Я сказал, конечно, нежелательно, нужно подумать. Объяснял, она все-таки настаивала, и я все-таки взял. Обои у нас были приклеены до угла, вырезал обоину, он заплатка валяется, и приклеил плитку. Теперь взгляд уже падает не в угол, а как бы вот сюда и вот сюда. И получается как бы затенение, как бы нора такая получается. Она сама пришла и удивилась, почему изменения. Вот я объяснил, она говорит, ну зато практично, действительно. У нас вот эта варочная поверхность будет близко к этой стене. И если какие-либо брызги, скажем, жарим картошку или курицу, то брызги жира будут попадать на эту плитку, то есть на эту стену. Можно спокойно сделать уборку, и сюда будет чисто. Да, это практично, но взгляд все равно бросается на вот эту вот плитку, то есть на торец. И как бы в глубину делается, как бы темнота что ли создается. Тут тоже нужно подумать, клеить плитку БУПАИПЭ. Плитка резалась с трудом, представляете? Плитка резом делаю черту бесполезно. Наверное, с пятого раза с силой давил, только-только сделала с полоса. Начал ломать, а лом идет не по черте, а куда-то в сторону. Ну, ну, эта ломаная плитка, конечно, будет прятаться навесными шкафами. Ну, там буду еще прятать, так как у нас эти трубы, закрывать, плинтус, я вам покажу это все. Здесь, вот смотрите, плитка дошла, а больше в магазине нет плитки, но я никогда здесь не режу плитку. Вот где она остановится, там остановится. Но у нас остановилось, и вот такой промежуток большой стал. Здесь я буду делать подрозетники. Подрозетники здесь не буду делать, а вот именно здесь. Потому что если, и вот подрозетники вот эти делать, нужно не снизу, а как можно выше. Вот я сделал на этом уровне. Вот сейчас возьму, покажу. Вот здесь будут подрозетники у меня. Вот на этом вот уровне. Вот так будут. Здесь будет стена клеена обоями. Столешница прижата к стене. Вот смотрите, если стена ровная, то и прижата. А если бы отодвинуть, здесь промежуток делается параллельно этой столешнице. То есть, если бы угол здесь получается 90 градусов, то здесь и параллель такая вот делается, без всяких щелей. То есть, у меня эта столешница прижата будет к обоим. Вот этот плинтус будет срезан до плитки. Здесь вот таким вот образом будет. То есть, не в плитке буду делать, а здесь буду. И если бы я, например, какую-нибудь посуду поставлю, то вилка будет, если, скажем, вилка будет включена, то провод будет проходить у этой вилки, отпускаться спокойно. Не прижиматься, не сгибаться, а будет просто здесь свисать, и все легко. Если бы какой-либо предмет будет, он не будет касаться этой вилки. То есть, удобно. А если вниз вот так вот отпустить, это будет уже непрактично. Я никогда вниз не отпускаю. Стараюсь не отпускать. Вот все рассказал я про... Ну, вот это вот столешница. Вот всем режу, потому что столешницу заказываем длинную. И все равно привозят вот с таким вот полукругом. А мы все равно берем и срезаем по-новому. И вот эту декоративную защитную пленку я по-новой клею. Покупаем отдельно, и я клею. И угол делаем сами. Но здесь это вообще сделали... Ну, будем привыкать, что поделаешь. Здесь, вот смотрите, буквально. Вот, ну, можно было длинше вот так сделать. Нет, взяли эту столешницу до упора сделали. Без всякого запаса. Вентилятор так у нас и работает. Потому что там штукатурили. И чтобы быстро штукатурка высохла, делаем обдув, и она быстро сохнет. Здесь у меня уже все высохло. Надо будет здесь прокрасить краской. Для обоев это обязательно нужно, потому что происходит просвет. Если белые обои, даже не белые, любые обои, происходит какой-то просвет. Здесь белое место, а здесь какое-то пятно делается. Всегда нужно делать, чтобы стены для обоев были белые. Вот что я хотел сказать про эту вот плитку. Ну, плитка по геометрии, это кошмары. Как по высоте, так и по длине. А еще она вот таким вот полукругом. Если бы их две вот так сложить, то получится щель, вот не представляете, один сантиметр. И мне пришлось клеить плитку, зубцы шпателя брать вот такие огромные. И таким вот образом намазывать. Я начинаю прижимать. И только-только здесь клей прижимается к стене. Я эту плитку убирал, смотрю, а у меня только-только. И приходилось мне еще шпателем потом намазывать на стену. И таким вот образом я клеил. Вот представляете, какая плитка. Она и так, и так, и так. Но зато гладкая. И рисунок мне очень понравился. Жена сама выбрала. Ну, ничего, привыкнем. Весь рисунок плитки остался. Пока. Пока.